Господи, Боже наш, прими это наше малое моление и воздияние рук, как жертву вечернюю благоухание, приятной перед престолом благодати. Благодарим за прошедшую ночь, что жизнь продлил и разум сохранил. Дай нам желание трудиться и прославлять Твое имя. Ты сохранил нас в пути от страшной опасности и не перервал жизнь нашу. Хвала Тебе. Благодарим наш путь и соделай его безопасным. И средство передвижения нашего Ты сам исправь по нашему небрежению, допустившему такое. Услыши нашу молитву и соедини ее с молитвами всех святых, молящихся Тебе на небе и на земле. Услыши молитву всех, молящихся о нас во благо нам и прими нашу молитву о всех заповедушек нам молиться о них. Спаси и помилуй, и место седа будет благословенно. Аллилуйя! Говори, Господи, Владыка, слушает раб Твой. Аллилуйя! Аминь! Доброе утро! Доброе утро! Мы вчера только беседовали, присядьте на свои места. А этот товар чуть продлится еще. Вот. Мы говорили вчера о дальнейшей работе на благовестие. Насколько это серьезная, важная работа. Необходимая. И при том, опыта в этом у нас мало. Его не было совсем. Мы начали. Новые и новые выявляются недостатки. Наши недостатки. Недостатки в чем заключаются? В первую очередь, опыта нет. Это недостаток наш. И недостаток заключается в том, что нам не с кого опыт брать. Не такой устав в деревне, не такой устав в лагере, не так. Ну не так. Ну покажите где так. Я бы поехал, как при этом мире, говорить в командировку. Ну и получился. Походил бы, посмотрел, записал. Но нету. Где я был, даже в скалках, в лагерях за рубежом, я сказал, что ваших воспитателей даже на территорию лагеря не пустил бы. Священники нарушают пост вместе с ними. Встают там, честь отдают флагу американскому. Там столько всего навешано. Выхода-то никакого нет. Мы должны делать и работать. Что у нас главное обнаружилось вот в этой поездке? Неподготовленность ваша. Несерьезность. У вас, понимаете, не только опыта нет, но противление. Видите, я постоянно что-то говорю. Постоянное поучение. То за одного берусь, зная его жизнь, тереблю его буквально. То еще что-то. И как в жизни говорят, зануда к каждому делу привязывается. Я принимаю это. Действительно, я такой и есть. Но вот из этих мелочей складывается уже цельная картина стремления к порядку. Цельная, целостная картина. Как закончить начатое дело благополучно. И чтобы это было благословенно. Я не то, что там заслуги какие-то свои припоминаю, а потому что это ежедневная жизнь должна быть. Не натружен. Вот сегодня утром мы встали. Лежу, как всегда, пять копаются. Дольше всех я его называю, ты, Игорь, похититель времени. Все замедлено дальше. Вот тут они уже готовят пищу. Встали. Я уже говорил, а параш. Ну что стоите-то? Ступор опять. Вот телевизионные дети. Ну начинаете, каждый хватает на мешок, картошку, начинает делать, передвигает из собак и убрать. Как можно быстрее погрузите, чтобы нас здесь не было. Нет, шатаются. Там угла, угла даже нет. Мы под куполом неба. И это чуть-чуть только маленько улыбнулось. То есть это ваша домашняя, вот эта несобранность, трата времени пустяшная. Неумение вставать рано. Ну уже привыкли. В 4.40 вставать надо научиться. Встают. Но тут деваться некуда, иначе я водой оболью. Я их поливаю водой частенько, чтобы рослое-то растение приносило плоды. И дальше. Вот едем дорогу. Ну встали, ладно. Поесть тут у нас для разговоров. Вошли в русло. Есть умеют они. Но забывшие. Слово забыл, это как будто какое-то генетически вмонтированное, необходимое для жизни слово. Забыл. Ну я же только что сказал. Забыл. Вот у нас в деревне Вене Янчук играет. По ступенькам спускаемся. Я говорю, сейчас никуда не убегай. В храме. Из храма уходим. Сейчас мы на улице будем там беседовать. Ты не отходи. Он три ступеньки. Ты должен быть здесь. И не убегай домой. Шагнули. Три ступеньки вниз. Его уже нет. Он убежал. Теперь домой приходим и вызываем. Ты почему не остался? Забыл. Ну как забыть-то? Когда три ступеньки всего. Ты в школе учишься. Совершенно нормально. То есть он уже полностью потерял разум. Он доигрался. Даже можно предположить, что действительно забыл. Слово забыл, это страшное слово. И молятся от забвения, уныния. Божья Матерь просит. Зачем молиться Божьей Матери о забвении-то? Преблагоскловенная Матерь Христа Бога нашего знает, как мы в этом нуждаемся. Она нам помогает. На каждом буквально шагу у меня вот это забыл. Притом противлению. Главное огорчение у меня, то что мы договорились, как руководитель группы, я. Задумка это поехать, моя машина, книги, все что везем, Евангелие, кто-то помогал доставать. Все остальное на мне лежит. Я отвечаю за общую безопасность. За возврат домой. И поэтому за этим я наблюдаю, как хороший сват за невесткой. Вот едем. Нужно ночевать где-то. Приглядываем вместе, советуют где-то. А вот здесь место гиблое. Если мы застрянем, отъехав два километра от трассы, ни один трасса не поедет, заманывает, убит. Они фуры, ни одна вообще не останавливается. А велосипедист нас не вытащит. Поэтому я иду впереди и пробую, какая почва. Обязательно, чтобы на вершине какого-то холма было, лесок был, километр-полтора от трассы. В основном, чтобы не видно было, с трассы не было видно. Желательно возвышенных комаров не было. Это не всегда удается. Но главное, чтобы мы могли выехать. Ну я же это делаю. Вам как будто нужны. Нет, меня не раз Николай толкал там, откуда нам не выехать. Даже Николай. Почти я сказал, нет, здесь беспрекословно подчиняться мне. Здесь я не потерплю никаких разговоров. Выходите со мной, топчите землю, проверяйте. Не топли, не провалится ли машина. Хотя машина наша хорошая. Все четыре колеса ведущие. Но вот случилась эта неприятность. Почему? Бездумность. И вот это забвение у вас, оно привело буквально к помрачению совести и ума. И дальнейшая наша работа поставлена под такой удар, что я вчера уже изыскивал варианты прекратить ее. Прекратить на время, вплоть до ликвидации машины и по-новому заново все начать. А это все уже у нас уже сквернена и машина непокорством вашим. Вашим этим забвением. Я это и знаю, что если я знаю, и дальше я начинаю идти, они уговорят. Когда я подчиняюсь, меня Бог сразу накажет. Меня накажет в первую очередь. А они этого еще не понимают. Правила определенные. Ну ты сделай исключение. Ну нельзя так вот таким догматиком быть. Я не догматик в первую очередь. Я меняю тактику все время. И у меня обязательно в этот же день наказание. И наказание такое, от которого все трясется. Это Бог делает так. Я просил. Мы молились. Уже закреплено. А давайте изменим. Как мы можем изменить, когда уже перед Богом молились и принялись, сказали аминь. Вы играете. Бог на небе говорит, ты на земле. Лучше тебя не обещать, нежели обещать и не исполнить. Это Писание нам говорит. Вот сегодня утром встаем. Слава Богу, встали. Я гляжу на улицу, Сергей не вышел. Не вышел, он еще почивает. Или намного раньше встал. Но похоже, что не вставал еще. Этот человек сейчас пойдет, кого поставит. Уже Михаила, потому что в разговоре он не участвует. Он не знает. Вот поздно уже прям круг нашей группе. Вот копаются там. И опять это копание, забвение. Пошли, забыли, номер. То есть это из того же самого арсенала. Это можно сделать было, я не знаю во сколько, но раза в четыре быстрее сделать. Но для вас время потерянное. Вы просто склонялись из угла в угол по коридору, по лестничной площадке. Я в это время стоял и смотрел вниз. Смотрел, как машины разгорнулись, за ноги какие поставили. Посмотрел на деревья какой высоты. И можно ли было залезть. Как видно было, как вершины света. То есть я начал с пустяков думать. Дальше я разворачиваю, как горели машины в Израиле, шестидневная его война. Какое это отношение имеет? Я полностью 50 лет с лишним назад события бывшие проигрываю заново. Советский Союз тогда помогал Израилю. Снабжен был танками. И как они теперь в штабе евреев, там, Бен Гур, это Бен Гур, говорю. Что они думали? Как они, Бугурион, что они думали? Как забросить парашютистов? Какое время суток? Шестидневная война. Значит, они начали воскресенье, чтобы субботи окончили. И подняли войну одновременно против трех государств сразу. А Израиль там маленькая полоска. То есть они настолько четко прочитали лучшая разведка в мире по сегодняшний день, контрразведка Израиля. Несуществующее государство имело контрразведку, разветвленную по всему миру. Лучшую всех государств. Лучшие КГБ, ГРУ, лучшие штази. Германия, одни из лучших разведок. Вместе взятые. Они делали так, захватили где-то там заложников в Найраде. Ну, заложников захватили, там не выпускают. Они на аэродроме сидят, они выезжать хотели или нет. Что делать? Ну, пока ведут переговоры. В это время в Израиль идет работа. И в определенное время, суток, определенный день, вдруг один за другим садятся там самолеты. Перестреляли всю охрану, всех летчиков, все. И всех евреев забрали и улетели. Нет одного погибшего. Вот это работа. Все сразу сделали. И здесь шестидневная война, конечно, которой у нас люди знакомы, евреи там работали. Они обнимались и не могли скрыть свои радости. Здесь, как они загоргатали по-еврейски, везде в Новосибирске, наши, которые работали. А на работе у них там бухгалтера, там кто там, евреи-то. Они не могли скрыть этой радости. Да, действительно так. То, что Герцель задумал, было сделано. Вы даже имен этих не знаете. А я стоял сегодня в окно и заново проиграл все. Как они готовились. Зачем нужно? Какие последствия? Сколько изданных палестинцев. Это невинные люди, простые граждане. Сколько они, поколение за поколением, они страдают имущества. А те обдумали, как паломников допускать. Израилю не надо вера во Христа. Но они обдумали, поднять весь мир, если запретить приезжать паломникам, это не пойдет. Пусть ходят. Но у нас такие будем ставить квоты. Такие деньги. Со всего мира потекут к нам деньги. А я этого не знаю. Но я гляжу по последствиям. И они это все заранее заложили у себя в программу. У нас это ничего они не хотят делать. Вот вчера, слава Богу, разговор был не бесполезным. Скажи, Сергей, вчерашние слова на улице ты сказал. Игнать Тихонович, простите ради Христа. Я что могу сказать? Бог простит тебя. И предки к этому не возвращаются. На самых пустяках. Где-то. Какой ключ тебе дали? Когда сказали выгулю? Сказали беспрекословное выполнение. И тут ничего нету. Притом на пустяках мы разъезжаемся. На самых мелочах каких-то. Сказали старшей группе. Ни одного слова, что против, не было. Я сказал, что осознание того, что натворили с машиной, может быть и не имеет отношения никакого к тому, что сервис был. Но покинутость. Вот это как сделали. И началось, что это. Это все связано с этим. У вас не опыта нет еще. Это с этим связано. В этот же день все потекло и остановились мы полностью покинутые. Если я начал разрабатывать уже пять вариантов о том, как продолжить дальше при покинутой машине, если она не будет отремонтирована, это говорит, что очень серьезно было. Это именно то, что нам необходимо в благовестие. Как? Вплоть до того, что все теряем здесь, теряю книги, теряю машину, я заново начинаю на новом месте прорламывать все. Сразу иду, назовем денег, в течение месяца будет машина уже на ходу, и заново группа будет с остальными поедем. Вы этого ничего не поняли и не думали, около него копались. Мы засняли это. Остался с теми на работе, которые советовали, загнали и бросили, не приехали. Игорь в это время был в городе. Я ему сколько раз звонил. Ну приезжай, я умолял. Приезжай, ничего не понимаем. Машина пропадает. Нам не выехать. Она не поедет. Я ему умолял. Я все это говорил. Для меня, что случилось с машиной, тайне никакой не было об этом. Почему? Я это проверяю на молитве. Можно мне сказать? У вас это нет. Я на молитве об этом прошу. Остался один Игорь. У него вот эта вот гемагогия просто вмонтирована. И он сразу начинает. Даже бензин. Вот едем. Сколько бензина? Ответ. Полбах или бах? Он не отвечает. Да есть еще. То есть вот такая неопределенность везде, туманность, безграничение вот этого. Демагогизма. Это не годится совершенно в работе. Нигде. И ты знаешь, с чем я борюсь. Домой тебе звонил. Поднять. Ты мне разве чужой, сынок. Как я сколько работал с Юлей. Ты ли, ты ли не знаешь. Какие характеристики твоей жене выдавал. Сколько с ней труда положено. А сколько с тещей твоей. Вот это вот ее желание где-то оставлять. Она работала в органах. Как врач. Ну, она просто работала. И у нее это сохранилось науки. А чтобы она нигде не стояла около дверей. Ни одна не оставалась. Она везде копается. Уже все ушли, она все где-то там. Чтобы этого никогда не было. Ты теряешь друзей. Что ты делаешь? Я со всеми с вами положил столько труда и нервов. Поэтому, я говорю, что мой вклад в вас, именно вклад в друзей, желающих, чтобы вы были другими. Юля перед крещением одна из самых отрицательных характеристик была дана. А сейчас, сегодня, она для меня незаменимый работник. Она ведет работу большую. У тебя есть желание быть другим. Желание прекрасное. Но выполнить надо. Ты в другой раз просто сшиваешь меня. Когда приехали, а то уже Дегунова не скажешь, что он тут не обдуман. Когда Женя Клейменов, который помог составить, организовать нам сайт, был, пришел без него, вообще бы ничего не было. И приходим, Женя работает, ты развалился. И говорит, ну вот мы с Женей. Ловко ты к нему. Да, такого Жени-то ты никто. Даже мошкой нельзя назвать было. Женя. Сайт работает. И вчера тоже там разобрали, когда, ну вот тут с этим пришел Сергей, а мы с ним тут отремонтировали машину. То есть, желание доброе. Войди в этот труд чужой, но в него надо войти с большими знаниями, с трудом, с укрощением себя, характера. Не возникать. Вот это хамство, которое из вас есть. Разговор. Я вам не давал поводу со мной так разговаривать. Значит, мгновенно сразу возникаете. Это говорит, что у вас последователей не будет. Почему? Потому что вы на подходе спалите друг друга. У вас не будет дисциплины, не будет вот такой группы. Она все-таки сохранилась у нас. Вчера же день вычеркнут. Поэтому ты тут не был. Ты не был. Мы начали, начинаем только сегодня путешествие свое. Отрезано было. Я к тому говорю, чтобы не дергаться, не рыпаться домой. Вот. Мы только начинаем работать сегодня. Сейчас мы едем в Калтан. Дальше осинники прочесываем здесь. И дальше по порядку Новокузнецк. Нам Господь благоволит. И мы этим моментом воспользуемся. С теми, с Глушком. Это я отдельно проведу беседу с Николаем. Но меня поддержал в самом начале Володя Пищников. Специалист. Как теперь называется. Директор какого-то предприятия там ремонтного. Он большой специалист. Перед ним все остальные мертвы просто. Это талант от Бога. Такой был у меня только один еще. Гавриила Речкунова. Алеша Речкунов. Отец. Талант Божьей милости. Любую технику. Разницы ему никакой. Японская она, немецкая. И он поставит на ноги. Притом он щитьем идет. То есть он ее поразбивает. Когда видишь, что щитьем подводит. Это он сразу разбивает пакетами аппаратуру. По схеме. И сразу идет. Сунулся здесь. Уже через несколько минут. Вот я вспоминаю. Алеша была. Это пример один. Нам нужны были макетофоны. Самая современная. Четырех. Дорожечная. Трехскоростные были. Маяк 205. Самая современная. Их нигде нет. И вдруг выходим в городке. В магазине мы находим. Есть, говорит. Но они некондиционные. То есть неисправности такие у них. А магазин большой. И там специально человек по макетофонам работает. Ну, помочь сбыть. Здесь они говорят. Мастера наши проверили или нет. Ну, покажите. Я стою рядом. Она проводит. Видите, пальцем даже не проворачивается. Он раз посмотрел. Берем. Она глаза такие на него молчит. Еще несите. Она еще приносит. Начинает. А у того. Она говорит. Видите, плавающий звук. Не идет. Там это в электронике. Алексей посмотрел. Берем. Она говорит. Сыну мы не можем сбросить. Рекламация на завод не отправлена. И завод затребует прислать обратно. И они там отремонтируют. Он говорит. Ну, по той цене берем. 320 рублей. У меня рабочий заработок 72 рубля. Представляешь, какая цена эта? Куда залазим? Он берет один, второй, третий, восьмой. Я отошел. У меня, говорит. Звон в ушах. Алеша. Так это же невозможно. Они все хорошие, нормальные. Там небольшие неполадки. Но я уже знал его. Я отходил. Я понимал, что это редкий талант Божьей милостью. Ну, нет у вас этого-то. Ни у кого. И у меня нет этого-то. Он привозит их. Буквально два, там два с половиной дня проходят. Все они уже. Где-то проточил вал. Где-то прогонял. Как ты нашел этого? Где? Там много этих трансформаторов. И в одном провода перехлестнуты. А как ты ушел? Я, говорит, пакетами разбился. Сейчас вижу, нигде здесь все есть. Он хнул в трансформатор. Начинает разбирать там проводок. И там оголилась краска. И они соединились. Да, незначительно. Но как найти это незначительное? Надо было. И дальше все работает. Вот я думаю. Так, мало зная. Володя Пищиков примерно такой. Когда он работал. Там комбайн. Вообще выигры неподъемные. У батюшки на роду лет стоял. Он все это в один день поднял. У нас там с насосом не ладно было. Вот это разные вещи. Насос скачать. Мотоцикл. Комбайн. Ему разницы никакой нет. Куда его не позови. Могут русский мужик. Но мы не такие. И когда он сказал ему, как едем мы, он сказал, сервис не нужен. А мы дело покажем. Сломается тогда и видно будет. Сейчас еще идти-то. Идет нормально. Я говорю, да нормально. И последний день мы проехали, представляю, 1615 километров. Какое еще доказательство? В моей больнице не было человек. В этот день работал три нормы дал. Работал на тяжелой работе. Таскал кирпичи на 10 этаж. Ни ноги, ни руки, ничего не болит. Зачем его? Надо нормально жить. К слову сказать, тебе сегодня у тебя консервы разные. Выброси их собакам. Я поняла. Ни одного консервного, говорится, сучка в доме не затаскивает. Они все с субсидной кислотой и антикогулянтами, окислителями. Это все прожигает желудки. И вы из больницы не вылазите. Я однажды узнал состав, почему оно не портится на жаре, как это пряники. Все, во всем, то что не портится, заложен яд. И насекомые от яблок, и хорошие их насекомые, даже черви не ели. Это плохие яблоки. Хорошие яблоки те, которые черви едят. Червь не будет ядовитая есть. Игорь, твое слово последнее. Я говорю, пока у нас не будет полного покаяния, у нас все на волоске висит. Это глубинное повреждение нашей техники. Оно не на уровне карбюратора или аккумулятора. Нет. У вас осознания этого просто нет. Непонимания этого нет. Как я противился, не хотел этого. Затащили. Затащили и бросили. Пожалуйста. Как я понял, вы сразу изначально сказали, что техника хорошая, люди плохие. То есть это основной был тезис. То есть, а я, когда покупалась машина, говорил, техника плохая, и она будет ломаться. Но деваться некуда, потому что деньги у нас ограничены в деньгах. Люди, братья говорили, лучше купить старую иномарку, чем новый российский автомобиль. Это было сказано. Но решили купить новую российскую иномарку, российский автомобиль. Ну, вы уже сказали причины, что вроде бы ремонтировать ее мы можем легче сами, потому что это не иномарка, и запчасти к ней, и их много по стране ездит. Но сразу я говорил, что она будет ломаться, и это говорили. Я не знаю, кто говорил, но я это говорил. Ее надо будет чинить. Мы говорили с братом Игорем Глушковым, что ее надо будет чинить. Ты готов чинить? Он говорит, да, надо будет чинить. Все. Вот ситуация. Машина по своей сборке плохая. Это свидетельствуют и братья опытные. То, что Владимир Пищников сказал, не надо ехать в сервис. Конкретно, как я помню, речь шла о значках, которые там выскочили. Это технические там неполадки. Все, что касается дальнейших поломок, Владимир не может, как сказать, положить свою руку и сказать, вот ничего не будет ломаться, все нормально. Работал два дня на стройке, все было нормально. Сорвал спину, завтра не встал. Вот подобная ситуация могла быть и с нашей машиной. Теперь, в чем мне кажется? Ну, я могу одно сказать. Просто сказать, простите ради Христа за непокорство. Ну, непокорства мне хватает, но не в машине, а в других вещах. Что касается машины, я знал, что надо было. Братья, мы общались с братьями, они все, никто не понимает, не знает компьютер. Тут необходимо было участие специалиста. Вот компьютер, почему плохо работает, почему машина работает хорошо, а компьютер выдает ошибку, это надо было ехать в сервис. Единственное, в чем я себя признаю виновным, это в том, что не проконтролировал ситуацию, потому что давались советы, Николаем давались советы, это все как-то, да не надо, не надо, не надо, и потом я просто рукой махнул, ну, решайте, как хотите. Я просто не стал вмешиваться, и все, в этот вопрос. В результате, Игорь Глушков не поехал на сервис, а мог бы съездить, конечно. Я ему не звонил, не настаивал, и сам не приехал. Вот в этом я каюсь, что мог бы приехать, проконтролировать, своими глазами посмотреть, как машина работает. Вот в безучастности, вот в этом я покаюсь. Надо было стоять, как говорится, на своем. Я знал, что плохая машина, знал, надо было ехать в сервис, надо было ехать, и я в этом убежден до сих пор. Но надо было мне туда приехать. Вот это я считаю. Тогда бы я уже разговаривал на другом уровне. А так сейчас винить во всем сервис, переводить это на духовное. Ну, может быть, это и так, а может и не так. Я в безучастности каюсь. И в сайте я участвовал и старался делать все, что мог. Картинки только больше ничего. Женя. А вот мы... Сейчас я закончу. Сейчас я подбеду это... То есть ваше мнение, то есть вы... Я считаю, машина хорошая. А я считаю, плохая. Все, на этом конец. Все. Хорошая машина. И она будет ломаться. И вот сейчас, если она будет ломаться, не надо винить сервис, не надо винить кого-то. Она будет... Субтитры создавал DimaTorzok